Привет народ! Если у вас зависают обороты, плохо тянет, дергается машина, то тогда мы идем к вам. Короче, подопытный пациент Audi 80 B4, но к счастью это не моя машина. Вот она ебашит сама, нахуй, я в шоке, блин. Что себе робится? Ну и конечно же, симптом такого поведения мотора, то есть зависают обороты, не падают, в первую очередь это датчик холостого хода. Если у вас моно-впрыс, как у меня, то его можно увидеть вот там, под кастрюлей. Вот видно его штекер, он там стоит. Я вам вставлю картинку. Причина номер два это подсос воздуха. На наших машинах не так уж и много, откуда может подсасывать воздух. И давайте я вам примерно покажу, откуда чаще всего подсасывают. Чаще всего лопается вот эта трубка пластиковая, которая идет с вакуумника на коллектор. Либо там хомут пропускает, либо сама трубка лопнула. Также может быть, если у вас моно-впрыск под подушка воздух подсасывать, если она вся полопалась. В общем, причин подсос воздуха здесь как бы раз-два и обчелся. Их можно легко найти и устранить. Далее, третья причина. Третья причина это метки ГРМ. Сталкивался на такой же B4 с моно-впрыском. Плавали обороты. Был перепрыгнут на один зуб ремень. И из-за этого почему-то плавали обороты. Когда метки выставил, все исчезло. Также необходимо проверять угол опережения зажигания. Если у вас, как у меня, трамблер, то нужно выставлять его под стробоскопу желательно. Можно, конечно, и на глаз, но как знаете. Но на глаз точно не выставишь. Желательно выставлять, конечно, под стробоскопу. Ну или более-менее. На слух. Кто как умеет. Также одна из причин может быть, это заслонка холодного горячего воздуха. На этих Audi, вот она здесь стоит, регулируется вот этой трубочкой. Подает сюда воздух, и за счет этого она регулируется. Также может быть неисправный клапан регулировки заслонки. Он стоит тоже здесь в кастрюле. Вон там снизу у него идут два шланга. Вот они. Думаю, их видно. Вот у меня уже он стоит белый, я поставил силиконовый. Потому что мой был уже полопавшийся. Дальше необходимо проверять фильтра. Воздушный фильтр, в первую очередь. Как бы банально это не звучало, но он тоже, поверьте, влияет. Сталкивались. Даже повышенный расход и черный дым валил из трубы, потому что был забитый воздушный фильтр. Обязательно проверяйте. Воздушный фильтр, топливный фильтр. У кого где стоит. У сотки он, например, вот здесь стоит. У них легко доступно. У нас он стоит под машиной. Но, в принципе, это несложно. Все меняется. Проверяем такие элементарные вещи. Воздушный фильтр, топливный фильтр. Ну и, наконец, виновник всего этого торжества был. Это датчик температуры охлаждающей жидкости. У меня здесь их два датчика. Один стоит, который показывает на панель. Второй идет на мозги. Есть моторы, на которых стоят три. Еще снизу вот здесь датчик идет серый. Вот на той машине именно такой вариант. Там их три датчика. И там именно вот этот третий датчик, который идет снизу. Он отвечал за температуру охлаждающей жидкости. И вся причина была именно в нем. Самая главная проблема. После замены этого датчика все проблемы исчезли. Сразу машина стала набирать обороты. Держит холостой ход. Перестали завышать. Больше не завышает. Все четко работает. Никаких проблем нет. Кстати, также у меня есть видео на похожую тему. Посмотрите, оно будет у вас справа в углу по подсказке. Там тоже дергалась машина. И я это устранил. Долго не мог найти. В итоге нашел причину. Посмотрите, может быть вам оно тоже поможет. В заключении я хочу сказать. Прежде чем дергаться и менять все датчики все подряд. Нужно досконально все проверить. Если есть возможность, конечно, с донор поставить. Но не всегда есть такая возможность. Поэтому нужно все проверять. Бывают, кстати, и более сложные случаи. Например, на предыдущей моей машине на Chevrolet Lachete. У меня тоже была проблема. И там я поменял и лямб-зонт, и датчик абсолютного давления. И еще чего-то только не менял. Ездил по диагностам, по разным сервисам. Там уж сам не мог найти причину. Диагносты сказали, а мне приговаривали. А у тебя вот эта дочка, вот эта. Я меняю, и этот не помогает. Второй меня опять не помогает. А оказалось, банально делал проводки. И прозванивали проводку. Контакты есть. Был то есть, то нет, то есть, то нет. Оказалось, один пин всего лишь надломился. Плохой контакт. Я потом кое-как нашел самую эту причину. Устранил, поджал, все сделал. И все, аллилуйя, все появилось. Поэтому не всегда бывает все делал в датчиках. Помните, что каждый случай индивидуальный. Везде нужен свой подход. Не дергайтесь, не меняйте все датчики подряд. А изучите тему, почитайте. Сейчас много информации в интернете. Как говорится, курите форумы, смотрите YouTube. И удачи вам, не ломайтесь. С вами был канал Автосупор. До новых встреч. Подписывайтесь на YouTube и Instagram. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok